Добрый вечер. Сегодняшние у нас два очень контрастных, на первый взгляд, персонажа. Один из них – это немец Оскар Шлемер, преподаватель Баухауса, одна из ключевых фигур Баухауса. И второй персонаж – это англичанин австралийского происхождения, Ли Бауэри. Одна из ярчайших звезд лондонского андеграунда и лондонской клубной культуры 80-х-90-х годов, натурщик Люсьена Фрейда, которого, я думаю, вы в основном узнаете, когда мы будем смотреть полотна Люсьена Фрейда. И оба эти персонажа, наверное, мне захотелось их связать в одну лекцию, не только потому, что Ли Бауэри, судя по всему, был поклонником Шлемера, но и потому, что, наверное, они достаточно разными вещами занимались, но наследие обоих этих персонажей, то, как они, как правило, представлены в музеях, их наследие – это одежда, это манекены со всякими невероятными костюмами, которые даже сложно назвать одеждой, которые скорее уместнее назвать носимой скульптурой, костюмами, которые не были костюмами бытовыми, естественно, хотя мы знаем, что Баухаус был связан с дизайном, что это, так сказать, колыбель дизайна в современном восприятии, но, тем не менее, те костюмы, которые придумывал Аскар Шлемер, не был дизайнером одежды, он был скульптором, живописцем и хореографом, и костюмы, которые он придумывал, это костюмы сценические, или, вернее, театр, который он придумывал, это театр танцующей, вот этой танцующей носимой скульптуры, и костюмы, и, опять-таки, Ли Баори, опять-таки, который не был модельером, который не был дизайнером одежды, который создавал одежду для себя, который создавал одежду как часть клубной культуры, художник, которого все чаще и чаще представляют в музеях, Он был представлен на одной из венецианских биеннале, которая всё больше и больше занимает своё законное место одного из недавно усопших классиков современного искусства. Это, опять-таки, художник, оставшийся в истории искусства, в чём наследие, представляет из себя вот эту самую потрясающую одежду, потрясающую, тоже, скорее, носимую скульптуру или образы, которые он оставил. И, как я уже говорила, ни Либауэри, ни Оскар Шлемер не были модельерами, не были кутюрии, они не занимались дизайном одежды. Для обоих из них, для них обоих, одежда была, работа с костюмом была, наверное, вариантом антропологии, вариантом исследования того, что такое человеческое существо, что такое человек, и какова его суть, как в случае Шлемера, и как его можно трансформировать, как в случае Либауэри. То есть это некая история про поиски границ и пределов человеческого как такового, про поиски пределов нашей идентичности, и про то, возможно ли эту идентичность сохранить, отстоять, создать новую и утратить. И, видимо, именно эта история про создание и утрату идентичности, это история, которая объединяет, как мне кажется, таких почти контрастных персонажей, как Оскар Шлемер и Либауэри. Ну, начиная мы с Оскара Шлемера, немецкий художник, очень начинавший как ремесленник, начинавший с того, что он был подмастерьем в мебельной мастерской, довольно рано ставший независимым, получивший художественное образование, образование живописца, один из немногих его автопортретов, потому что сохранившихся, начинавший как живописец, ну, со всего того, что проходили живописцы его поколения, да, это период увлечения сезонизмом, кубизмом, немецкий экспрессионизм, естественно, там присутствовал, как бэкграунд эпохи. Вот, и как бы то, собственно говоря, чем он занимался, это немногие его пейзажи, которые он писал, потому что, да, конечно, он тот урок Сезанны, который был воспринят кубистами, сводить все видимые формы мира к простым геометрическим фигурам. Шлемер, несомненно, усвоил, но он к ним сводил не пространство, не ландшафт, он к ним сводил человеческое тело, как мы потом увидим. В 19-м году, где-то в районе, в конце 10-х годов он начинает заниматься скульптурой, тоже такой с явными, как бы, явно осваивает уроки кубизма, и после его первой выставки скульптур он получает приглашение присоединиться к школе, так, в 19-м году появившейся знаменитой художественной школе Баухаус, который основал архитектор Вальтер Гропиус. Шлемер нарисовал один из самых, создал один из самых знаменитых логотипов Баухауса, который был у него, у школы это было много логотипов, но вот самый знаменитый, собственно, который мы видим, создал именно Шлемер. Вот, и напомню вкратце, что такая фотография сделанная Шлемера в Баухаусе, сделанная Асламагой Наджем, еще одним из преподавателей Баухауса, о котором мы говорили на одной из предыдущих лекций. Вот, я напомню вкратце, что такое Баухаус. Баухаус – это придуманный архитектором Вальтером Гропиусом новая школа искусств, которая предполагалась как что-то, что снимет разницу, что снимет различие между ремеслом и искусством. В Баухаусе преподавали многие выдающиеся художники того времени, в том числе кандинские клеи. А Баухаус был таким, как бы, ну, парадоксальным образом, потому что там преподавали, как бы, столпы абстракции, да, один из основоположников абстракции кандинские. Идея Баухауса была в том, чтобы перестать создавать отвлеченные произведения искусства, а создавать некий новый синтез искусств. Синтез искусств как идеалом, который является даже не здание, а создание тотальной среды обитания. И школы как нового сообщества, самой по себе школы, как некого утопического сообщества. Поэтому, как было устроено преподавание, как был устроен Баухаус, там не было, например, долгое время не было класса живописи, как, впрочем, и не было класса архитектуры, который там появился в архитектурной школе очень поздно. А там были мастерские, в которые каждый из этих мастерских вел ремесленник, мастер того или иного ремесла и мастер формы. Например, Клей был мастером формы в одно время в мастерской, которая занималась витражами. И идея Баухауса была все эти новые открытия современного искусства применить к созданию некой новой среды обитания, даже нового образа жизни. И Шлемер там ведет парадоксально. Начиная с того, что он там ведет класс, вот эту самую мастерскую скульптуры, все живописцы там занимаются тем, что делают настенные росписи, и Шлемер тоже их делал. Но какое-то время устраивает вечеринки, потому что любая школа, любое сообщество, это сообщество, в котором есть своя, не светская, да, своя жизнь этого сообщества. И Шлемер был знаменит тем, что он устраивал, как придумал, гениальные сценарии вечеринок. Например, вечеринку, во время которой нельзя было разговаривать, можно было общаться только жестами. Такой замечательный экспириенс для светской жизни. Вот вечеринка, во время которой вы можете общаться только жестами. Вообще вся эта культура полулюбительского театра в Баухаузе процветала. И в какой-то момент то, что начинает делать там Шлемер, он начинает в Баухаузе заниматься театром. И делает там мастерскую театральную. И с 19-го года до самого начала он вынашивает план самого знаменитого своего произведения, триодического балета, который он в конце концов и ставит в Баухаузе. Не будучи балетмейстером, будучи художником, то есть театр, который его интересовал, это абсолютно не театр в традиционном нашем понимании. И это не балет в традиционном нашем понимании. Для него театр был продолжением его художнического интереса к идеям пространства. Что такое для него театр, почему театр, как пишет он в одном из своих теоретических текстов, как пишет опять-таки Гропиус, который пишет предисловие к этому тексту про баухаузовский театр, почему для Баухауза так естественным оказалась потребность театра, потому что Баухауз занимается поиском, созданием тотального произведения искусства. И театр – это вариант тотального произведения искусства. И потому что в театре есть, и это очень важно для Шлеммера, есть, собственно говоря, вот это Бау-театр, это, помимо всего прочего, это постройка, это здание, это строительство. И начинается театр с того, чтобы в следующем здании Баухауза, который наконец строится, предполагается постройка сцены, предполагается постройка аудитории, которая может быть лекционным залом, которая может быть пространством для театра. И вот от того, что появляется специальное пространство театральное, возникает театр Шлеммера как исследование существования пространства, Вернее, как исследование существования человека в пространстве. Треодический балет, этот балет без балетмейстера, балет без декорации, как ни странно, потому что это не была история про декорации, это была история про танцоров, которые, собственно говоря, и создавали пространство, потому что это танцоры, которые были движущимися скульптурами, которые в таких потрясающих костюмах, которые для них придумывает шлемер. Почему триодический балет? Это немногие фотографии того времени, оригинальные постановки, показывающие вот эти невероятные ходячие структуры, в которые шлемер превращает своих танцоров. Ходячие структуры, в которых довольно сложно было танцевать. Это что-то, что превращает актера в подобие скульптуры или подобие марионетки. Идея марионетки тогда была в театральном контексте в том числе очень модной и был там немножко раньше появившийся, наверное, лет английский теоретик театра и режиссер Гордон Крэг, который придумал концепцию актера как сверхмарионетки. Крэг, который даже в Амхате ставил, ставил Гамлет, и был совершенно авангардистом того времени. Была классическая традиция марионетки, которая восходит в немецком романтизме. Знаменитый текст Клейста про марионетку, которая выражает божественную гармонию. Я не помню, не буду его пересказывать, но была такая идея, что марионетка – это, в принципе, гораздо интереснее для авангардистского театра, чем живой актер. При этом были бы разнообразные идеи создания театра без актеров, и театра марионеток, и абстрактного театра, в котором могли бы двигаться декорации, условно говоря, которые могли бы существовать вообще без актера. И такие идеи были, в частности, у итальянских футуристов. Одно из этих идей – театр без актера, театр движущихся декораций, движущегося света. Воплотил во время одних их свое… спродюсировал Дягилева, который привлекал работу, в том числе и с итальянскими футуристами. Были идеи русского авангарда, была идея Эля Лисицкого, который жил в Германии, между прочим, придумывал. В начале 20-х годов придумывал идею электромеханического театра и постановку «Победа над солнцем» в электромеханическом театре. Идея, которая не была реализована, но о которой, вполне возможно, знали баухаусовцы. И также, возможно, что и Лисицкий знал про Шлемера, потому что Шлемер начал свои разработки почти одновременно. Премьера была в 1922 году, в 1922 году Триотического балета, начал он об этом думать. Ну, вообще, ноздря в ноздрю все это уже происходило. И, скорее всего, Шлемер восхищался русским конструктивизмом и русским авангардом, а, скорее всего, просто знал, он знал про задежду, придуманную для театра. И, скорее всего, знал, не то, чтобы скорее всего знал, но не исключено, что знал эскизы Малевича к «Победе над солнцем», где, собственно говоря, Малевич придумывает такие же носимые скульптуры, в большей степени, чем театральные костюмы. И вот эти носимые скульптуры превращаются в таких очень странных, почти уже не антропоморфных персонажей, при этом, которые ему все равно нужны танцоры. Нужны, как он объясняет, нужны почти технически, потому что, конечно, можно придумать электромеханический театр, словно говоря, в котором технологии позволяют, чтобы все по сцене двигалось само. И единственное, где остается человек, единственное, что ему остается в этом театре, это не выходить на сцену, а сидеть за пультом управления. Но Шлемер в этот момент задается очень правильным вопросом, а будет ли, как долго этот театр движущихся плоскостей, вибрирующихся проволок, световых эффектов, какие-то зрелища, которые мы сегодня вполне наблюдаем, наверное, знаем. Как долго он может удерживать внимание зрителя? И считать, что недолго, потому что интереснее это все ставить с живым актером. Во-первых, технически проще на тот момент, дешевле и почему-то интереснее. Так возникают и возникают вот эти невероятные костюмы, которые он создает, и триодический балет, который является парадом этих костюмов. Почему триодический? Потому что это три части, в каждой из которых участвуют три танцора. Одна танцовщица и два танцовщика мужчины. Первая часть окрашена в желтый цвет, и ее настроение – это настроение комедии и бурлеска. Вторая часть окрашена в розовый цвет, и ее настроение – это торжественная церемония и праздник. И третья часть окрашена в черный цвет, и это мистика и фантастика. Вот как примерно выглядели эти части. Показываю я вам в данный момент, как бы теодический балет Шлемера многократно пытались восстановить, реконструировать. Хотя реконструировать его очень сложно, потому что фотографий того времени мало. Записей, хореографии нет. От оригинальной музыки есть семь минут. Оригинальную музыку писал Хендемид. Поэтому каждый раз это перепридумывается заново. И впервые эта первая реконструкция была сделана в Германии в 68-м году и была снята как фильм для телевидения в 70-м году. Поэтому вот эти вот прекрасные цветные фотографии, которые я вам показываю, это кадры из этого фильма. И сейчас я вам покажу, собственно, дайджест этого фильма. Как выглядит это. Судя по всему, это та реконструкция, которая была сделана в 70-м году. Потом его реконструили в 77-м году, совсем недавно, и в 2014-м. Музыка тоже написана в 68-м, 70-м году. Музыка тоже написана в 68-м году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДемTorzok 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 Д slipped DimaTorzok Д SUV человека. Потому что появляется этот сюжет трансформации. Появляется этот сюжет метаморфоза. Сюжет, который оказывается довольно жутковатым даже. Который придает гротескное, почти жуткое измерение его балету. Балет, который он продолжает исследовать. Исследовать как инструмент исследования человека в пространстве. Что такое абстрактное пространство, в которое помещают человека. как это абстрактное пространство влияет на человека, но при этом, опять-таки, не надо забывать, что эта абстракция, это абстрактное пространство идеальное существует только в человеческом сознании. Самого по себе этого не существует, поэтому все время, когда возникает абстрактное искусство, когда человеческое сознание пытается придумать этот идеальный абстрактный мир, в котором невозможна репрезентация человеческой фигуры, все равно этот абстрактный мир существует только в человеческом сознании, всё равно из него нельзя убрать эту антропоморфность. И вот этот парадокс настолько идеального пространства, настолько идеального искусства, что оно не может быть антропоморфным, но оно может быть только порождением человеческого сознания, это, наверное, то, что именно Шлемер исследует. Что получится, если в эту абстракцию поместить человеческую фигуру, потому что всё равно это абстрактное пространство является порождением человеческого восприятия. Та проблема, которой, скажем, не занимался ни Кандинский, ни Мандриан, Малевич занимался, отчасти, и Шлемер, продолжающий свои исследования театра, в этот момент он открывает, после того, как он ставит триодический балет, он создает ателье театров, Баухаузовского мастерского театра, и начинает там ставить, не столько ставить спектакли, сколько ставить делать исследования в форме такие лабораторные. Театр как лаборатория исследует то, что исследует архитектуру, то, что исследует скульптуру, то, что исследует абстрактная живопись, исследующее взаимоотношение предметов и тел, в данном случае, в буквальном смысле, тел физических и человеческих в пространстве, где появляются более унифицированные костюмы, превращающие эти фигуры. Причем это очень странно, с одной стороны, ему нужно свести человеческую фигуру к прототипу, но какой это странный прототип, это совершенно искаженные пропорции, это очень странные фигуры, которые не выглядят обобщенной человеческой фигурой, которые выглядят деформированной человеческой фигурой. Это маски, маски такие же обобщенные. И опять-таки надо напомнить, какого, мы увидим немножко позже реконструкции этих постановок, каких они цветов. Это маски, естественно, металлические, это серебряные, бронзовые и золотые, медные, скорее, и золотые, а костюмы – это синие, красные и желтые. Это вот эти самые синие, красные и желтые, базовые цвета на которых, на исследовании, функционировании которых был помешан весь конструктивистского толка, авангард. До того времени это базовые цвета Мондриана, которые у Мондриана имеют метафизическое значение. Это базовые цвета, которые исследуют Баухаус, которые исследуют Кандинский, которые исследуют способы воздействия цвета на сознание, на психику. И разрабатывают вот эту вот Баухаузовскую троицу, что там круг синий, квадрат красный, треугольник желтый, потому что именно в этой форме этот цвет наиболее эффективно воздействует на психику. Шлемер занимается тем же самым, но он придумывает, как этот цвет должен двигаться, как этот цвет, вот у него желтый, синий и красный, как эти цвета вступают во взаимоотношения, какие пространства они порождают, что может работать наравне с актером. И он придумывает спектакли, которые неожиданным образом предвосхищают ту проблематику, которой будет заниматься современное искусство в 60-е годы в постминимализме. Да, вот движение плоскостей, в которых возникают человеческие фигуры, это то, чем будет заниматься Роберт Моррис и то, чем будет заниматься Брюс Науман. Это уже как бы проблематика такого постминимализмского перформанса 60-х годов. Проблематика вполне понятная, потому что как раз это почти прямое наследование. Один из учеников Шлемера по Баухаузу, Ксанти Шавински, эмигрирует в 30-е годы в США и оказывается преподавателем Блэк Маунтинг-Колледжа, в котором он связан с Кейджем, с Мерсом Каннингом, с Раушенбергом, и, собственно говоря, вот этой следующей волной авангарда. И опять-таки, как эти спектакли выглядят в современной реконструкции, немножко, чтобы показать, примерно как это могло выглядеть. Продолжение следует... Тоже до конца, к сожалению, нет возможности показывать, но немножко еще покажу. Вот такая вот история про игру в кубики, опять-таки, напоминающая нам о том, что эстетика, Баухауза, эстетика авангарда с его простыми формами и базовыми цветами, немножко была связана с историей детской игрушки того времени, с теми идеи развивающих и образовывающих детских игр, вот этой кубики, которая появляется, игра в кубики, которая появляется в конце XIX века, как первая игра, которая должна развивать сознание, развивать воображение. Вот в эти кубики там, по-моему, тут очень много из тех, кто потом стали великими архитекторами современности играли. Вот здесь тоже такая игра в кубики, где есть, да, базовые формы, базовые цвета, но совершенно парадоксальным образом эта история про взаимоотношение базовых форм и базовых цветов в пространстве оказывается еще моделью социума. Как эти три цвета, если когда они становятся тремя людьми, тремя персонажами, как они будут взаимодействовать, кто с кем сотрудничает, кто против кого, кто кому подчиняется, кто пытается кому противостоять. Вот, и это оказывается, когда форма помещается в пространство и оживляется, начинает двигаться при помощи живого человека, живого актера, это выходит, как бы, само собой, выходит на еще одну проблематику Баухаузена, проблематику исследования идеального общества и социальных отношений, которые как раз в этом, в этой истории, в этой проекте Шлемер, судя по всему, были. Вот, и, как бы, другой вариант, это наоборот, выход в чистую абстракцию, вот такие вот танец палок, да, который он ставит в 1927 году, танец, который, оказывается, историей про, вот, как раз про эту мистическую фигуру и дематериализацию человеческой фигуры, вот еще одна современная реконструкция. Взята музыка Баха, где это оказывается, как раз, вот этот абстрактный танец оказывается таким символом, вот, какой-то там, возвышенности, да, почти. Вот, ну, тут тоже все интересующиеся могут это досударировать, найти самостоятельно на Ютьюбе и досмотреть. И еще одна история, которая, наверное, с этими палками приходит в голову, это то, что, конечно, в них есть это, и в них есть некое ощущение костылей, да, и палок. И это история, которая, как бы, сюжет, который связан с костылями, с протезами, с продолжением человеческого тела, с изменением человеческого тела. Он тоже очень важный для того исторического момента, для того бэкграунда, в котором существует, контекст, в котором существует Шлемер, потому что, как и все люди его поколения, он прошел Первую мировую войну. Он был в армии довольно быстро его, был ранен, его убрали с фронта, и он занимался картографией. Вот этот опыт картографа ему тоже очень пригодился. Вот, но при этом само ощущение, почему возникает и в сюрреализме, и в да-да, почему возникает все это, огромный интерес к тому, как можно изменить человеческое тело, и до какого предела человек остается человеком. Он связан с тем, что Первая мировая принесла такое количество ранений, да, которых раньше никто не видел, да, что у человека может не быть поллица, но при этом вот этот человек, у которого нет поллица, обоих рук и обоих ног, но он остается живым, да, вот он человек или нет, его жалко или он вызывает ужас. И поэтому вот этот весь этот интерес к гротескному телу, да, к изменениям тела, который возникает в сюрреализме, который возникает у немецких художников, там, у Отто Дикса, да, у Георга Гроцца, он, это тоже тот фонд, из которого появляется и сюрреализм с его метаморфозами, да, и Баухаус, Шлемеровский Баухаус, с его идеей создания идеального человека, насколько этот идеальный человек состоит из продолжений, из каких-то странных расширений, протезов, и когда Шлемер говорит о том, что такое, почему его фигуры, которые выводят, выглядят таким образом, он говорит о новых технологиях, он говорит того времени, он говорит об искусственных органах, которые могли бы быть созданы врачами и хирургами, он говорит о невероятных костюмах, водолазных костюмах или военных костюмах, о том измерении, которое дает человеческому телу технология, но это изменения, связанные с войной, это то, что может расширить, как бы, возможности человеческого тела, но и то, что может его искоречить или возникнуть как компенсация этих ранений и увечий. Ну, Баухаусевский театр становится очень популярным, представления его проходят, было не так много этих представлений, но они проходят в нескольких странах, они проходят в нескольких городах Германии и в Швейцарии, и даже вот такая одна из очень знаменитых таких рекламных съемок Баухауса, в котором представлена лучшая продукция, так сказать, школы, которая занималась своим производством. Вот тут есть классический этот стул Мастеля Бройера, известный как стул Василий, названный в честь Василия Кандинского, есть одежда, сшитая из ткани баухаузерского дизайна, есть вот эта вот самая маска шлемера, довольно жутковатая, которая носит модель, маски, в которых, конечно, нет никакого ощущения идеализации абстрактного, абстрагирования человеческого лица, есть то, что есть любой маски, есть ощущение некоторой гротескности и жути, и эротичности, которую он представляет. И шлемер, продолжая, как бы не ограничивается только театром, он занимается живописью, как все живописцы, в баухаузе он делает в том числе фрески, вот такие вот настенные росписи с этими его танцующими, сине-красно-желтыми человеками. Это реконструкция, потому что здания, эти росписи были уничтожены нацистами, закрытие баухауза было, так сказать, первым проявлением культурной политики нацизма, как известно. И он делает несколько еще интерьерных работ вот с такими вот теми же персонажами, которые как-то помещены в пространство, и занимается живописью. Причем, как живописец, он в баухаузе занимает достаточно маргинальное положение, поскольку, как можно сказать, кто такой живописец в баухаузе, это клей, кандинский, это абстракция. А шлемер был единственным живописцем, который оставался верен фигуративному искусству. Он был единственным, кто занимался фигуративной живописью. Причем фигуративной живописью, в центре которой была вот эта вот человеческая фигура, как ее можно представлять. И человеческая фигура в таком мистическом измерении, поэтому он берет портрет Парацельса, средневекового алхимика и философа. Очень странный портрет, напоминающий, опять-таки, позднего Малевича немножко, вот его фигуры, и напоминающий манекены Декирика. А Шлемер, который оказывается ближе не к абстракции того времени, а оказывается ближе к метафизической живописи в варианте Декирика и к новой вещественности, как она была в немецком искусстве, пишущей вот эти обобщенные фигуры, создающие пространство вокруг себя, как элемент пространства, как элемент архитектурной формы с лицами, с нейтральными лицами, с нейтральными фигурами, манекенов с фигурами бесполыми. Безликими и бесполыми принципиально. И это пространство, которое эти фигуры вокруг себя генерируют, да, становится все более и более фантастическим. Это тоже некие, как бы, это композиции из фигур, это довольно странные сюжеты, которые в них появляются, если он создает театр, в котором абсолютно нет, в принципе, психологического измерения, театр без текста хотя бы. При этом занятным образом Шлимер говорит, что почему еще нужен человек, потому что человек является носителем языка. И однажды, может быть, в наших экспериментах к театру мы придем к слову, но к такому слову, которое будет звучать так, как будто оно произносится первый раз в истории. То есть к придумыванию нового языка, но вот не дошел он до этой стадии. Вот. Он рисует эти головы как архитектурные формы. И из самого пространства там начинают завязываться какие-то странные сюжеты, связанные с саспенсом, связанные с ощущением тревожности, может быть, с исчезновением этих фигур, с их различными конфигурациями. Пространства, которые напоминают сценическое пространство. Ту же самые подмостки, которые будут появляться на полотнах Декирика, которые будут появляться у Дали, например, у Балтюса. Вот это театральное пространство, на которое у Шлимера появляется, наверное, органичнее все. Потому что, собственно говоря, он театром и занимался исследованием того, что такое театральное пространство, театральные подмостки. Вот такое замечательное, очень загадочное полотно, которое помещалось, которое в том числе очень органично смотрелось на одном из изданий Волшебной горы Томаса Мана. Это пространство некой больницы, пространство некого санатория. Санатория как изменение, как тоже некое место, где нужно изменить или улучшить состояние человека, каким-то образом на него воздействовать, вот эти люди, которые в ожидании этих изменений. Все эти замечательные истории с пространством образования, изменения педагогики, которые он делает в 30-е годы, в этот момент, почему эти пространства становятся все более и более. напряженными, потому что понятно, что меняется политический климат в Германии, и Шлемер оказывается жертвой этих изменений. Он уходит сам из Баухауза в 1927 году, потому что художник, который был принципиально абсолютно деполитизирован. И еще поэтому у него были довольно сложные отношения с его коллегами по Баухаузу, потому что Баухауз, как вы помните, был очень политизированным и очень левой школой, где в какой-то момент человек начинает рассматриваться только как социальное существо, как часть общества. И отношения Шлемера с Баухаузом становятся достаточно напряженными где-то после 1927 года, когда Гропиус на посту директора Баухауза с ним сменяет Ханнес Мейер, радикальный марксист, который абсолютно меняет систему преподавания в Баухаузе. Если раньше Баухауз был очень метафизический, то Мейер вводит социологию, экономику, инженерное дело, наконец, в архитектурной школе, гимнастику, биологию, какие-то точные науки. Шлемер, при нем Баухауз начинает приносить доход, потому что они начинают действительно свои дизайнерские идеи прекрасно запускать в производство. Это начинает работать, он становится рентабельным. И Шлемер при нем начинает вести свой курс, который посвящен человеку. Теоретический курс про человека, который он в трех аспектах. Человек как элемент визуального истории искусства, человек как биологический вид и человек как философское понятие. Значит, три семинара. И он ведет этот курс, но, тем не менее, как бы все это не очень складывается. Он в 1929 году уходит из Баухауза, потому что он к нему не может поладить с этим такой аполитично интересующейся метафизикой Шлемер и ярый марксист Мейер. И приезжает преподавать сначала в Брецлаву, потом в Берлин. Откуда его постепенно в Брецлаву школу закрывается, где он преподает академии, закрывается, потому что из-за экономического кризиса. А из Берлина его просто выгоняют нацисты. Потому что нацисты, которые в 1931 году закрывают Баухауз, и он еще вынужден оправдываться и писать письма, потому что он не такой левый, как его коллеги по Баухаузу. Ни коммунисты, ни евреи буквально. То есть он должен это доказывать. И в 1932 году, через несколько месяцев после закрытия Баухауза, он пишет одну из самых своих знаменитых живописных работ – «Лестница в Баухаузе». «Лестница», которая запечатлела архитектуру Гропиуса, здания, Баухаузовского здания. Картина, у которой была прекрасная история, потому что когда он ее пишет после закрытия Баухауза, она воспринимается как реквием по финалу модернизма в Германии. Картина, в которой есть ощущение архитектуры, по памяти архитектуры, об архитектуре этого здания. Пишет он по фотографиям, не с натуры, он уже давно там не преподает. В которой есть ощущение современности, как бы такой гимн современности. Это лестница, которую он до этого пишет. Постоянная лестница, как такой конвейер создания новых людей. Новых людей, которые у него тоже выглядят достаточно манекеноподобными, роботизированными. При этом он пишет это, конечно, как знак прощения с Баухаузом, но при этом у него были не настолько идиллические воспоминания об этом Баухаузе, как могло бы быть. Эту картину покупает знаменитый американский архитектор Филипп Джонсон и дарит ее Нью-Йоркскому музею современного искусства МОМА. Она сейчас находится в этой коллекции. И эта покупка и передача его в дар американского музея тогда была таким жестом солидарности Америки с уже гонимым немецким модернизмом. Эта картина еще становится знаменитой благодаря символам гонимого модернизма. Действительно, Шлемер оказывается в числе тех, его лишают работы, ему запрещают преподавать, его работы попадают на выставку дегенеративное искусство, как и работы всех модернистов, любых. И у него эта архитектурная работа того времени становится все более и более мрачными и призрачными. То есть это такой исчезанный идеальный мир, этот рациональный мир, который он пытается построить, который все более и более становится миром миражей, миром призраков. Он получает несколько заказов. Один из последних заказов, который он делает, это заказ на фреске в музее в Эссене, которое он делает в несколько приемов. Скульптура не его, ему нужно было сделать фрески вокруг этой скульптурной группы, поэтому он делает несколько вариантов, которые должны быть посвящены воспитанию, педагогике, атлетам. Почему эти атлеты, по идее, вполне себе вписываются в тот культ идеального тела, который существовал в нацистском искусстве, который Шлемеру, в принципе, был интересен. И последний заказ, который он делает, он его делает полуподпольно, это фрески для частного дома в его родном городе Штутгарте. Это последнее, что он успевает сделать, ему запрещено работать везде, он выживает как может, разводит овец, получает работу на заводе, изготовляющем лаки и краски, потому что там он может иметь доступ к этим лаком и краскам и писать. Это было благотворительное учреждение, этот завод в Упертале для художников, чтобы они могли иметь доступ к этим материалам. И в этом не выдерживает этих всех испытаний. Он в 43-м году умирает от проблем со здоровьем, от проблем с сердцем. И последнее, что он пишет, это вот такая серия с 13 акварелей, с окнами, то, что он видит из окна, как последний вариант взаимоотношения человеческого тела с пространством, пространство, от которого уже ничего не остаётся, только эта рама окна, за которой ты запер, то, что он делает. Ну, такой культ, шлемер становится, заново открывают после войны. И вот такая замечательная фотография, которую я очень люблю, где есть этот фотографий, один из нереализованных, видимо, в этом эскизах, вариантов костюма. То есть нереализованных, но мы не знаем, для чего он был сделан, на какое место он занимал в триодическом балете костюм, сделанный шлемером. И Дэвид Бои в туре Зиги Стардос, одетый, в общем, примерно в такой же костюм, который был сделан для него японским дизайнером конца Ямамото, не путать с Йоджи Ямамото, другой дизайнер, не менее знаменитый. Вот, и, по-моему, 73-й год, да, реконструкция этого балета, который мы смотрели, это 68-й, 70-й год, то есть в 70-е годы уже, видимо, эти образы причудливые, созданные шлемером, становятся довольно, более-менее известными, становятся при посредничестве, в том числе и боу, и становятся частью массовой культуры, становятся частью моды, тем более, что именно как бы эта идея пересоздания себя, перепридумывания своей идентичности, перепридумывания образа человека, его взаимоотношений с миром, уже в утопии, в варианте утопического измерения, она уже где-то в середине 70-х годов становится связана не с построением идеального социума, о котором мечтал или художники, вдохновленные революцией, вдохновленные этой идеей создания действительно возможности создать новое общество, новое социум. А в 70-е годы, в конце 60-х, 70-х годов вот эта утопия, эта идея создания нового социума, нового себя, новых отношений, это было достояние контркультуры и субкультуры, в которой огромное место занимала одежда, как ты себя придумываешь, какого цвета у тебя волосы, и боя, который был, конечно, одним из таких столпов вот этого перепридумывания себя, постоянной работы с собой, постоянной возможности сделать, доказать себе, что ты можешь быть кем угодно, что ты можешь из себя слепить все, что угодно, и таким образом противопоставить себя обществу, которое тебя навязывает ту или иную определенную, раз и навсегда закрепленную, подобающую тебе функцию и идентичность. Бои, которые оказываются таким прародителем всех фриков и радикальных. И поэтому вполне понятно, что, скорее всего, который был одним из, естественно, источников вдохновения, в том числе и для Ли Боори, нашего следующего героя, который, судя по всему, был поклонником Шлеммера и, скорее всего, узнал его, может быть, через, опять-таки, через посредничество Дэвида Боа. Вот. Ли Боори, австралиец, выросший в городе, в маленьком городе с прекрасным названием Саншайн, это пригород Мельбурна, выросший, очень консервативный, как бы, человек, который занимался постоянным вот этим, вот, перепридумыванием себя, вот такие странные снимки из автоматонов, которые запечатлели различные эксперименты Боори собственным обликом, каким он хотел быть, каким он мог себя видеть, каким он мог себя представить, и как он мог играть со своей внешностью. Внешностью, которой он всегда был недоволен, надо сказать, и внешностью, с которой было довольно сложно что-то сделать, потому что он был под два метра ростом и сто килограмм веса, да, то есть это был огромный человек, которому нужно было все время что-то с собой сделать и как-то себя перепридумать. Человек, который, молодой человек из Мельбурна, который выросший в достаточно консервативной среде, консервативная семья, папа, мама, младшая сестра, папа с представлением о том, чем нужно, чем должен, чем не должен заниматься мальчик, чем должна и чем не должна заниматься девочка, с той идеей про то, причем это воспитание, что положено, что не гендерно, что положено, что не положено, было таким строгим, что ему в детстве отец запрещал смотреть мыльные оперы, потому что мальчики не должны смотреть мыльные оперы, а должны смотреть кино про войну, спорт и новости, допустим, и поэтому Баурина всю жизнь была любовь к 50-м годам и к эстетике мыльных опер, которые он, естественно, воплощал парадоксальным образом в своем дизайне. Он, тем не менее, все-таки отстаивает свое право поступить, учиться на дизайнер одежды, поступает, он в Бельбургский колледж, как называлось это учебное заведение, оказывается, там единственным мальчиком, молодым человеком на курсе, живет один от родителей, впервые начинает жить самостоятельно, но при этом соседи могли, встретив его родителей, сказать, что такое, мы видели вашего сына, он был в желтых брюках, разве можно ходить в желтых брюках, очень консервативный мир конца 70-х годов, из которого он решает уехать, решает он уехать в Лондон, потому что для него в этот момент как раз наступает эта идея, что идентификают, что одежда, это не просто то, что нужно шить и зарабатывать себе на жизни тем, что ты шьешь вещи, а это может быть вариант самоидентификации, построение идентичности, в этот момент он начинает увлекаться музыкой, и через музыку, через панк, через панк движения, через движение новых романтиков, понимает вот эту способность как бы одежды как пересоздания себя, переезжает в Лондон там долгое, и становится человек как бы постепенно начинает там ходить по ночным клубам, и в конце концов становится одним из организаторов, открывателей знаменитого ночного клуба Табу, клубов, андеграундного лондонского клуба, клубов, связанного с движением, с эстетикой новых романтиков, клуба, где как бы по замечанию кого-то из современников одежда заменяла наркотики. Клуб просуществовал недолго, существовал с 1984 года по 1985, закрыли его такие за наркотики, но при этом как бы легенда гласит, что там важнее было, как ты одета, какой лук ты демонстрируешь, из чего ты, что это было главное соревнование, кто интереснее всех оденется, что это было сообщество людей, подсаженных, собственно говоря, на одежду, в очень странном контексте, где, с одной стороны, уже прошел панк, который в английском варианте был про одежду, наступил период, когда положено было ходить как можно проще в рабочих ботинках, рваных джинсах и футболке, и одновременно возникает движение новых романтиков, которые были таким антипанком, то есть когда там кружева, подведенные глаза у мужчин и у женщин вне зависимости от сексуальной ориентации, огромные волосы, такая, вот я думаю, самое доступное, что мы можем вспомнить, там, облик группы Дюран-Дюран начала 80-х годов, туфли с пряжками и кружевные манжеты, но при этом это как бы очень барочная, очень пышная мода, которая не связана с идеей потребления, что это не какие-то дорогие шмотки, которые ты идешь и покупаешь в дорогом магазине, а скорее всего это дорогие шмотки, невероятные шмотки, которые ты делаешь сам из чего-то, или покупаешь их на барахолке, то есть так, сделай это сам, и чем занимается Баури в этом клубе, почему он становится главным магнитом этого клуба, он становится главным персонажем этого клуба, потому что его задача каждую неделю появиться в новом луке, да, в новом образе, он это тот, вокруг кого все танцуют, он это то, зачем приходит в клуб посмотреть на этого невероятного огромного фрика, который является таким живым дискотечным шаром, ради которого все туда ходят, и он придумывает эту моду, он дружит с Боем Джорджем, которого здесь очень много, там очень много фотографий, или Баури с Боем Джорджем, помогает отчасти Боем Джорджем придумать его сценический облик, и начинает придумывать удивительную моду, которая не может стать модой как таковой, моду, тоже, как тут замечательно, это мода, которая не существует при дневном свете и на улице, это как бы не уличная мода, это противоположности уличной моды, это мода, которая существует только ночью, только в клубе, в клубе, опять-таки, дресс-кодом, дресс-код которого звучит, оденься так, как будто бы, как если бы от этого зависела твоя жизнь, вот, и как бы он начинает придумывать свои там варианты лука, вот такой вариант первый, который он придумывает, пирсинг появляется как мода тогда, андеграундная, вдохновленный субкультурами лондонскими, дал время, иммигрантскими субкультурами, в котором были пакистанское комьюнити, индийское комьюнити, и он придумывает такую как бы кришну современного с синим лицом, с огромным количеством украшений, вот такие вот, как бы, лук назывался там пакистанец другой планеты, вот, замечательная, как бы, это клубная мода, продолжением которой, вот этот невероятный лук, который очень мало кто кроме него мог носить, это одежда как такой идеолект, только для самого себя, вот его бойфренд это носил одно время, там что-то бой Джордж носил, но одежда, в которой не было никаких шансов пойти даже не то, что в производство, в общем, дойти до подиума, хотя некоторые его вещи до подиумов доходили, одежда, продолжением которого были интерьеры, вот этот замечательный обои по мотивам Стартрайка, которыми была оклеена его комната, на которых он фотографировался, и вот эта вся идея там клубной жизни интерьера, интерьера дешевого, интерьера китчевого, интерьера трэшевого, который при этом является продолжением его одежды, одежды, с помощью которой он перестраивает себя, перепридумывает себя, превращается в такое гротескное существо, которое камуфлируется под эти обои и уже затягивается этими самыми ужасными обоями в цветочек, потому что это не история про идеальный интерьер и про хороший вкус, и вот про то моду, который, дизайн, который является сферой потребления, трэш-кичи-кэмп, королем которого становится Баури, доводящий его до предела пересоздания себя, перепридумывания себя и того, что выводит, что очень редко бывает с китчем, потому что он, конечно, забавный, китч, который выводит тебя из зоны комфорта, это действительно он такой же гротескность на грани жути, с гримом, который абсолютно перепридумывает себя, за которым ты прячешься, он превращается вот в эту самую шлемеровскую фигуру, шлемеровскую фигуру, которая, когда она находится рядом с тобой в ночном клубе, она 2 метра и 100 килограмм весом, это довольно сильный экспириенс, довольно пугающий, и с этим пугающим экспириенсом, с этой одеждой, как созданием себя, созданием собственного лука, Баури начинает работать, он как бы создает некоторые вещи, которые он создает не для себя, у него были там какие-то коллекции, он участвовал бы даже в лондонской неделе моды, которая тогда появляет, он становится вполне популярным персонажем, он делает сценические костюмы, опять-таки, для театра танца, да, вот для того театра, где эта одежда должна существовать в пространстве и в движении, для хореографа Майкла Кларка тоже достаточно знаменитый персонаж, хореограф с традиционным образованием, там, стажировавшийся в Америке у Мерса Каннингама, впоследствии работавший с Барышниковым, например, но он в 80-е годы, это хореограф, который первым придумывает панк-балет, он сделает балетные постановки на панк-рок, и вот один из таких постера твоего балета с Ли Баури, который делает костюмы и танцует в этих балетах, вот, и это тоже сцена из хореографии, где Баури в своем таком облике как раз вот этого живого дискоотечного шара, которым он был в табу, и кусочек из этого балета с костюмами Баури, с музыкой группы The Fall, панк-группы, я вам покажу, два кусочка, наверное, как просто, как это выглядит. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, и еще один вариант, уже такой видео-балет, видео-танец на музыку Velvet Underground, тоже немножко предыдущего пока, генерации контр-культуры. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, и контекст, в который попадает в то время Баури, это контекст, я говорю, что он, конечно, не становится дизайнером, который шьет одежду, хоть с какой-то шансом быть проданной, стать коммерческой, но становится очень популярным персонажем. Это время, когда существует запрос в том, чтобы были экстравагантные персонажи, в том, чтобы были фрики, да, это такой замечательный вот фрик, который попадает в эту лондонскую традицию, там, идущую от лондонского дендизма. Фрики, который как бы довольно много фигурирует на телевидении, например, в телешоу, он становится одной из звезд фестиваля или конкурса «Альтернативный мир Мисс Мира», придуманного Эндрю Логаном, художником и дизайнером, ювелиром в 1972 году. Это, собственно, сам Логан, который был первым «Альтернативный Мисс Мира», вот Баури, который не выиграл этот конкурс, но в таком виде на нем он присутствовал, вот, а участвовали там самые разные персонажи, там, например, Дерек Джарман или Александр Петлюра с «Пани Брони», которая стала в свое время «Альтернативный Мисс Мира», там, Андрей Бартенев и Александра Фролова, там, как раз, вот русское присутствие было довольно, всегда довольно интересным на этом конкурсе, вот, он становится, Баури становится героем постеров, да, это обложки журналов, плакаты, вот такие прекрасные, поздравительные открытки, да, то есть это вполне востребованный персонаж на телевидении, вот, но при этом персонаж, в котором при всей его, как бы, гротескности и гламурности и занятности, продолжает быть ощущение жути, да, вот то, как он работает с лицом, так, как он придумывает мейкап, который все больше и больше превращается в маску, то, из чего он его делает, разбрызгивая, размазывая клей, покрашенный клей по лысой голове, да, тут действительно такое постоянное пересоздание себя, перелепливание себя и постоянное стирание собственной идентичности, которая там и происходит, в этом вот комическом, странном, гротескном, в общем, пугающем персонажа, которого он создает. Он, как бы, может быть, единственный, который действительно работает с этим пугающим измерением, которое в этой культуре, в этом существует, это что-то, что, как бы, было в равной степени шокирующим, так сказать, для обычных людей, но и шокирующим внутри культуры, драквин, в которой он работал, да, потому что это все-таки, это не, там, гламурный трансвестит, который показывает идеальный образ женщины, а что-то, что достаточно, как бы, для этой культуры так же стрёмно, как и для, так сказать, изменить обычного, обычного человека, да, и вот это ощущение забавности, страшности, гротескности, вот этого, как бы, живого дискозечного шара, внутри которого непонятно, что скрывается, этого желания стереть себя, это то, что действительно делает Баури, придумывая самые разные логи, в какой-то момент ему перестаёт так сильно использовать косметику, чтобы не запачкать одежду, да, если этим слоем краски, которая на себя кладёт, и придумывает вот эти маски, да, которые целиком затягивают лицо, которое превращает такой вариант рестлера, да, или вариант супергероя, вот, и совсем-то тоже такую живую ростовую, это почти огромная ростовая кукла, с которой ты должен как-то взаимодействовать, причём это не подиум, это существо, с которым ты встречаешься в клубе, это существо, с которым ты танцуешь вместе на танцполе, что может вызывать там энтузиазм, может вызывать страх, да, то есть это персонаж, которого ты встречаешь в жизни, это персонаж, который находится в одном пространстве с тобой, вот, и одним из его, вот, все эти невероятные как бы луки, которые можно, я не могу их подписать, да, потому что невозможно найти название и точную дату любого из этих произведений, но произведением здесь является именно лук, который, естественно, у которого нету названия, который, видимо, не один год использовался, который всё время трансформировался, вот, и у которого были разные формы репрезентации, то есть, как правило, это было такое появление в клубе, да, или появление на телевидении в этом облике, но было, но при этом, как бы, уже тогда было понятно, что то, чем занимается Баури, это современное искусство, и тот же Бой Джордж говорил, что Лили Баури – это ходящее современное искусство, это ходящее современное искусство на ногах, и поэтому в 88-м году ему предлагают сделать галерейную выставку, галерейная выставка, которая состоит в том, собственно говоря, это перформанс в духе уже тогда существующей практики художник сидит в галерее вместо произведения искусства, но как этот перформанс строился, как бы, это он сидел за зеркалом, то есть зеркало, которое прозрачно с одной стороны, оно прозрачно для публика видит его через это зеркало, но он не видит публику, он видит самого себя, это кушетка в стиле мадам Рекамьена, который каждый день Баури появлялся в новом облике, и как бы на глазах у невидимых для него зрителей предавался нарциссизму, то есть это абсолютное позирование для самого себя, абсолютный культ себя, вот с этими самыми очень странными обликами живой скульптуры, вот этого превращения в произведение искусства, которое он там принимал, очередовал, я показываю на перемотке, потому что хочется показать несколько луков, да, и несколько его способов существования, которые каждый из этих луков влечет за собою, тоже это все, опять-таки, можно найти и посмотреть, вот это тоже продолжение вот этой серии индийских божеств, да. динькость, да. динькость, да. Динькость, да. Динькость. Вот и еще небольшой фрагмент. Вот эти персонажи, которые являются антипортретами живой скульптурой, модой, которую невозможно надеть, появлениями, эстетикой взаимоотношений, если хотите, потому что это тоже как ты начинаешь, как ты будешь коммуницировать с этим персонажем. Ты с ним подружишься, ты его испугаешься, ты с ним сфотографируешься, потому что, судя по всему, уже тогда с ним начинали фотографироваться. Куда в этом можно прийти? Вот один из его луков, произведение, у которого есть название, называется Метрополитен. Впервые он придумал этот образ, в 88-м году образ, огромный, то есть он придумывает что-то, что делает и так немаленького ли Баори совсем огромным, занимающим, захватывающим пространство вокруг себя и при этом прячущимся внутри этой собственной своей огромности. Почему Метрополитен? Потому что прославился этот образ в 93-м году, когда Баори пришел в нем на открытие выставки Люсиана Фрейда в музее Метрополитен, выставки, в котором в том числе были представлены его портреты. Портреты как бы… Люсиана Фрейда каким-то образом в 80-е годы занесло в этот клуб табу, его совершенно потрясли Баори, и он ему предложил, что он его будет писать. Фрейд, который писал исключительно обнажив, то, что он называл голые портреты. И в каком смысле он этому Баори, который все время занимался тем, что скрывал себя, прятал в себя, вернул его тело, показав его, показав, какой он может быть. Люсиан Фрейд его считал абсолютно красивым. Он восхищался, писал его как такого, какого-то рубенсовского античного бога. И для Баори тоже это… И при этом восхищался тем, как Баори работает со своим телом. Он говорит, что это потрясающе, как человек, с одной стороны, абсолютно осознает свои данные, свое тело, и, с другой стороны, с какой безжалостностью на это свое тело готов стереть, перекроить, изменить, вылепить из себя что угодно другое. И Фрейду с его интересом к тому, какая бывает плоть там совершенная, несовершенная. Конечно, Баори был бесконечно интересен, так же, как интересно была и подруга Баори, его знакомая, Сью Тилли, вот это один из самых знаменитых портретов Люсиана Фрейда. Вот, собственно, эта дама, которая в платье сшитом ли Баори, вот она познакомилась с Ли Баори в том же самом клубе «Табу», и, видимо, каким-то образом через нее, через Баори, она познакомилась с Люсианом Фрейдом. И она сказала, что она была одним из немногих его близких друзей, она написала его биографию. Там существующая на настоящий момент биография Ли Баори написана с Ютили. И она сказала, что, она мне очень дрогательно пишет, что когда мы познакомились, мы друг друга восприняли как брата-сестра два огромных человека, которые как бы сразу почувствовали, и он ее одевал, они были, видимо, близкими друзьями, вот тоже она на его выставке в этом платье. Она была одним из немногих людей, для которых Ли Баори шила одежду, которую она носила. И при этом его это появление, тот момент, когда ему как бы возвращают тело, это выставка про обнаженные тела, и на ней появляется Баори вот в таком вот виде абсолютно, изменяя как бы отрицание тела, тотальное своего тела, отрицание тела, отрицая воинствующего в буквальном смысле слова, потому что с этого момента начинает использовать милитари, использовать вот такие вот как бы для пущего устрашения вот эти шлемы, которые он так или иначе использует, и когда начинает перелепляться свое тело, перелеплять его буквально мучительно. В этот 88-м году, когда он знакомится с Фрейдом, и Фрейд начинает писать его портреты, Баори, собственно говоря, узнает, что у него спит, что в тот момент было абсолютным приговором, что ему немного осталось, что ему нужно сделать как можно больше, и что жалеть ему, собственно, щадить ему себя незачем. И он начинает максимально наказывать свое тело, перепридумывать его, перекраивать его. Он говорит о своем теле, что тело – это моя любимая ткань, с которой можно делать все, что угодно. И он начинает буквально пересоздавать себя, создавать из себя все, что угодно. Незадолго до этого он впервые попадает в Японию, открывает для себя роботов-трансформеров. И потрясает эти игрушки. И он делает из себя трансформера, он действительно лепит свое тело как скульптуру при помощи скотча, при помощи одежды. Придумывает, конечно, в этом есть наказание своего тела, что мне не нужно, что я из него могу сделать все, что угодно, что я вправе им распоряжаться, как хочу делать из себя скульптуру. Делать из себя – это все равно только плоть, я могу с ней делать все, то, что хочется. И возникает как-то с черепом на голове. Это отсылка к фотографии Орхола, где он с черепом на голове. Орхол для него, для Баури, тоже был один из, естественно, ключевых фигур, как король плохого вкуса. В такой саморекламу он так Орхола считывал. И делать вот этот абсолютный, как бы лепить из себя что-то, что уже не только за пределами гендерной идентичности, с которой он, конечно, работает, но за пределами вообще человеческой идентичности. Можно вылепить из себя что-то, что уже абсолютно перестает быть антропоморфным и становится не менее гротескным и не менее пугающим, чем персонажи Шлемера. Но при этом что-то, что абсолютно не имеет никакого отношения к правильности, идеальности. Это что-то за пределами любых представлений о норме, о человеческой природе, о смертности, которая связана с человеком, но и о идентичности. То есть такое исчезновение себя. Кстати, занятный прототип, видимо, этого образа, маски головного убора. Это вот такая лондонская сюрреалистка, собственно говоря, знаменитая только этой фотографией. Такой у неё был первый выход, перформанс. Это 30-е годы, которые он знал, судя по всему. И эти скульптуры становятся всё более и менее человеческими. Всё более и более странно. Такая беременная фигура, беременность, которая тоже как один из вариантов, что может трансформировать человеческое тело. И из этого персонажа, который называется беременная пачка, пачка балерины, возникает один из самых знаменитых, гротескных и жутких перформансов, которые делает Ли Бауэль. Он предстаёт, появляется в нескольких клубах в виде вот такой вот огромной беременной фигуры и показывает роды. То есть если я могу изменить своё тело, я могу его изменить настолько, что я могу родить. Что он и будет делать, это такая будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такая как бы бурлескная версия венского акционизма, да, потому что это происходит в 80-е годы, когда эти потоки фальшивой крови, которая использовалась, которая поливала, брызгала на зал в контексте СПИДа, воспринималась ещё более пугающе, чем сейчас. И существо, которое он рожает, это его ассистентка постоянная, Никола Бейтман, её зовут, на которой он женился неожиданно для всех за 7 месяцев до смерти. Он предложил ей стать его женой, потому что он как бы себя позиционировал, как гея. Вот, и они женились, как это устроено, да, внутри какая-то фигура сделана, которая в данном варианте очень красивая скульптура, по-моему, кем-то из, на каком-то из модных показов воспроизведённая. Вообще-то, действительно, удивительным образом Баори, не создавший своей линии одежды, повлиял очень на многих дизайнеров, и его идеи как-то, в общем, более-менее популяризировались, при том, что, действительно, он всё больше и больше создал не одежду, а вот такие вот скульптуры, превращение в скульптуру абсолютное, превращение, в котором есть ощущение всё более и более жути, да, там, где есть фетишистская история и игра с властью, с подчинением, вот с такими как бы нацистами страшными, и как бы, вот, но при этом, может быть, даже самым странным и самым пугающим это то, как он внутри всех этих своих метаморфоз и выходов за пределы гендера, за пределы человеческого, вот мы говорили, да, что это мода, которая не существует при дневном свете, как он выглядел при дневном свете, когда ему в какой-то момент пришлось придумывать себе разные облики обычного человека, да, с разными париками, с какой-то нарочитой убогой одеждой, да, вот с этим как бы желанием, каково быть обычным человеком, когда ты уже трансформировался в это всё, когда ты уже побывал за пределами гендера, расы, человеческого вида, как это существо пытается заново слепить из себя человека, вот такой у него облик был, собственно, на свадьбе, вот эта свадьба с его ассистенткой Николой Бауэрри, которая сейчас тоже занимается его наследием, я там, по-моему, не написала о нём мемуары, вот, и как бы то, что вот этими самыми выставками, от которых остались, собственно, без него, это осталось не одежда, это осталась вот эта самая скульптура. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ